Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, собравшиеся сегодня в этом зале, я напомню, что сегодня здесь собрались слушатели Малой Академии Государственной и Муниципальной Службы и Управления, то есть люди, которые, получая уже сегодня знания по одной из специальностей, по одному из направлений, параллельно углубляют, усиливают свое познание в том, что называется управление этим обществом, этим миром, социальными процессами, процессами на уровне страны, региона, муниципалитета, и присутствуют слушатели направления медиакоммуникации, что тоже очень важно, потому что это люди, которые в своей жизни будут претендовать на управление большими медийными потоками, прежде всего политическими, экономическими потоками, и от того, насколько это эффективно будет происходить, от того, насколько они сами будут эффективны, будет зависеть во многом и наша стабильность, наш покой, и наше спокойное просыпание по утрам, что называется. Поэтому я предлагаю сейчас поаплодировать прежде всего самим себе, тем, кто здесь присутствует в этом зале, и с удовольствием под ваши аплодисменты представляю вам сегодня наших гостей, людей, которые смогли в этой жизни в полной мере состояться, начиная свой политический, свой профессиональный путь, вначале профессиональный, дальше уже политический, что называется, с нуля, и сегодня находящиеся на самом верху принятия управленческих решений, на законодательном уровне, то самое, что мы всегда, в первую очередь, требуем, ну-ка, покажите нам закон, давайте жить по закону, что у нас там с законами, да? Вот, собственно, те люди, которые эти законы творят, пройдя очень немалый, в том числе, профессиональный путь. На сём мой длинный спич я завершаю и с удовольствием представляю этих самых наших гостей. Олег Викторович Морозов, член Совета Федерации. А, это А, что называется, Б, это просто сегодня известный наш телевизионный коллега, да? Потому что мы с Олегом Викторовичем видимся теперь через телевизионный экран практически каждый день. Это крупный, ну, ну, часто, это достаточно авторитетный, известный эксперт в очень многих процессах и проблемах, которые так или иначе выходят уже на большую аудиторию. Это человек, который, о, я уж не говорю, что к нашему университету, имеющий прямое отношение, что очень приятно, но и еще, который прошел достаточно большой политический путь, в том числе, управляя самым сокровенным внутренней политикой президента. Вот, отдельные аплодисменты. И по правую, по левую руку, вот так вот специально хотелось посадить, усадить депутаты Государственной Думы Федерального Собрания. Айрат Закич Фаррахов. Айрат Закич тоже профессионал, профессионал-медик. Это, по-моему, был единственный, я не знаю, может быть, там какой-то историй еще был у нас, да, но на моей памяти практиковавший министр здравоохранения, который сам вставал у хирургического стола и продолжал делать операции, да, и как-то спасать человеческие жизни. А далее это заместитель министра финансов Российской Федерации. Представляете, а? Финансов Российской Федерации. Аплодисменты. И самый близкий вам человек, в том смысле, что он лучше, пожалуй, всех нас, в том числе и очень молодых, знает, что такое молодежная политика, что кроется за этим термином. Марат Мансужч Бариев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания, министр молодежи и спорта Республики Татарстан. Я боюсь ошибиться в должности, но это называется генеральный директор и генеральный секретарь Олимпийского комитета России. Исполнительный директор. Генеральный секретарь. Вот, Олимпийского комитета. Вот тут вопросов сколько, да, что у нас вообще с этим Олимпийским директором, и все секреты, да, которые там присутствуют. Ну и сегодня, естественно, еще раз повторяюсь, депутат Государственной Думы, ваши аплодисменты. И сразу, Олег Викторович, начнем с вас. Сегодня и президент России очень много об этом говорит, и мы, соответственно, его поддерживаем, развиваем, пытаемся развить эту мысль. Об институте наставничества, о том, как сделать более, ну, легкой, что ли, может не тот термин, карьеру молодых людей, продвижение их по жизни. Вот если можно, на вашем примере, и, соответственно, этот вопрос каждому из сегодняшних наших гостей, что для вас этот институт наставничества, как он для вас начинался, кто были те наставники, можно ли сегодня вернуться к этой классической схеме, или если нет, то как вообще двигаться к политическим вершинам, коих достигли вот вы? Пожалуйста. Вы очень сложный вопрос задаете, потому что... Я всегда теряюсь, когда нужно объяснять, ну, там, какой-то свой личный успех, потому что со стороны, наверное, это выглядит вот одним образом, а ты сам понимаешь это, может быть, как-то по-другому, и гораздо более критично относишься к своим прошлым и нынешним ипостасям. Но есть две формулы, которые, мне кажется, лежат в основе успеха личностного, каждого из нас. Первое – это не ошибиться в профессии. Вот я чуть не сделал в жизни такую ошибку, если бы я ее сделал, я бы точно не достиг в жизни вообще ничего, потому что я пошел бы по ложному пути, я бы замнил себя в седьмом классе математиком, потому что я участвовал в какой-то городской на Олимпиаде по математике, будучи учеником средней школы, получил там какое-то почетное, там, третье место, и подумал, что я математик. И я пошел в 131-ю школу математическую на восьмом классе, и примерно за два года, к счастью, мои иллюзии в дым развеялись, я понял, что никакой я не математик, что рядом со мной гораздо более способные ребята, а я должен заниматься другой профессией, и что я по природе своей гуманитарий. И вот когда я понял это и сделал это свой выбор, пошел на ИСТФАК Казанского университета, здесь сидит мой однокашник, мы учились в одной группе с Резак Таулычем, это, наверное, был правильный выбор, это был первый шаг к тому, что потом что-то получится, а что-то не получится. А вот что касается наставничества, то вот в мое время, в такой вот общественно-политической жизни не было принято иметь каких-то своих учеников, вот в медицине, наверное, Розакич лучше знает, там были династии, там был элемент такого личного наставничества, когда там профессор видит молодого студента или ассистента видит в нем талант и начинает его вести по своей профессии и так далее. Вот в политической жизни, в политике, ну это сложно себе представить, там наоборот чаще всего происходит, когда ты выбираешь себе учителя, ориентир и начинаешь смотреть, как он это делает. И вот мне в этом смысле, если брать жизнь мою политическую в республике, я начну с этого, повезло просто фантастически, потому что рядом со мной оказались политики, лидеры, тогдашние лидеры республики, это еще были советские времена, Гумер Смагилович Усманов был тогда первым секторем татарского обкома, и он меня, собственно, взял на работу партийную, молодым совершенно доцентом Казанского университета, мне было 32 года, и меня приглашают в татарский обком возглавить отдел пропаганды, ну по тем временам это был какой-то такой фантастический совершенно кадровый сюжет, но это он произошел в моей жизни. А в то время главой правительства нашей республики был Митимир Шарипович Шаймиев. И вот долгие годы моей карьеры здесь в республике, а потом и в Москве, когда я стал москвичом, но все время был рядом Татарстан, и по мере того, как происходило на наших глазах превращение Митимира Шариповича Шаймиева в политика не просто российского, я бы сказал, мирового масштаба, я, естественно, у него многому учился, а он, как старший товарищ, он все время мне патронировал, даже тогда, когда я был в Москве. Я мог ему позвонить, посоветоваться, мы встречались с ним в Москве, я приезжал к нему в Казань. И многие годы моей жизни, вот это был человек, не только просто пример по жизни, что вот надо быть таким политиком, но и человек, у которого просто можно было спросить, слушай, а я правильно поступаю, вот так надо или по-другому. И он всегда находил эту возможность мне сказать так или не так, и высказать свое мнение. Причем, больше того, он был настолько мудр, как учитель, как наставник, что было несколько случаев в нашей с ним политической жизни, когда он звонил мне и говорил, я прошу тебя сделать вот так. А я ему отвечал, что я так сделать не могу, объясняя причины, почему я так поступить не могу, в политике, в политических решениях. И он говорил, ну, я тебе свою просьбу высказал, ты мне дал свой ответ, я уважаю твою позицию. И вот это уважение, это тоже очень важный фактор наставника, он уважает своего младшего товарища, он уважает его точку зрения, его мнение. А потом еще, знаете, есть какой элемент наставничества, очень интересный, когда человек по возрасту не является твоим наставником, он может быть твоим ровесником, а может быть даже моложе тебя. Но, когда ты с ним в жизни встречаешься, ты вдруг видишь в нем такие черты и такие навыки, такие умения, которых нет у тебя. И ты начинаешь у него учиться. Вот, например, опять же, если брать Татарстан, вот таким моим, если хотите, партнером, наставником, младшими по возрасту, является нынешний президент Татарстана, Рустам Рукович Миниханов. Я всегда был просто поражен тем, как он умеет осваивать знания, которых он вчера еще не знал, и которых у него еще вчера не было. Вот я гораздо узко устроен как профессионал, то есть я вот не могу выйти за границы какого-то своего опыта, навыков, мне комфорт не так. Я не выхожу за эти границы. А он запросто выходит. И запросто начинает осваивать какие-то другие сферы управленческой работы, навыки профессиональные, которых у него раньше не было. Я всегда это воспринимал тоже как элемент такого урока, который я просто беру у этого человека и пытаюсь как-то приложить в своей жизни. Ну, а таким, если хотите, генетическим наставником был отец. Он меня ничему не учил вообще. Ну, кроме как молотком, молоток в руках держать, пилу, у него этому учился. А просто по жизни это был некий пример, вот можно, нельзя, правильно, неправильно. Вот до сих пор, вот я когда что-то должен принять, какое-то решение, я всегда думаю, а вот как бы папа поступил. И для меня это такая лакмусовая бумажка правильности поведения в жизни, в отношениях с людьми, там, порядочности. А, знаете, вот очень важно, если вдруг кто-то из вас задумается о профессии политика, она ведь очень публична, особенно сегодня, в соцсети, ты выступаешь по телевидению, вот как было сказано. Вот сказал, забыл, оно улетело, никуда, оказывается, не улетело. Оно уже все тебе, прилепили тебе эти слова, этот поступок, и никуда от этого потом не денешься, и всю жизнь это будет идти за тобой. Это как минер. Публичный человек, он вообще не имеет права, практически не имеет права на публичную ошибку, очень трудно ее потом исправлять, эту ошибку. Это тоже элемент такой профессии, которую нужно освоить, понимая, что ты человек публичный, что твои слова, твои поступки, они на виду, и ты за них всегда отвечаешь. Не знаю, толково ли я объяснил, то, что хотел вам сказать, но смысл в том, что и тогда, когда я был молод, и сейчас существует миф, что есть какая-то невостребованность молодежи, что вот им там перекрывают дорогу, люди более старшего поколения. Знаете, нет. Во все времена и во времена моей юности и сегодня я вижу, как способны молодые люди вдруг, как, знаете, как ракета, фейерверк появляются, казалось бы, из вчерашнего никуда, и мы уже их снафтра знаем. Вот я могу назвать вам одну фамилию, а там 4 года тому назад вы такой фамилии не знали. Брещалов Александр. За эти 4 года он стал одним из сопредставителей ОНФ, Российского народного фронта, он стал главой Ассоциации малого бизнеса опора России, а сегодня он губернатор соседней с нами, глава, вернее, соседней с нами республики. Вот он и по возрасту, и по времени своего пребывания в политике прошел очень короткий путь, но очень яркий, и вся страна узнала вот этого молодого, интересного политика. Поэтому, я думаю, у каждого из нас жезл маршалский в рюкзаке. Надо просто вовремя достать. Спасибо. Спасибо. Прежде чем, Айрадзакич, вам микрофон, я хочу для наших зрителей еще напомнить и представить, что сегодня у нас в зале находится первый проректор Казанского федерального университета, Рязг, Толч, Минзарипов, о котором уже вспоминал Олег Викторович. Кстати, мой наставник, вот, я этим у них горжусь, вот, и руководитель высшей школы государственного муниципального управления Казанского федерального университета Игорь Анатольевич Привалов. Что за ваши аплодисменты? А сейчас, вы пока думаете, готовьтесь к сессии вопросов-ответов. Айрадзакич, вам слово. Спасибо. Я свою речь поставлю несколько оппонирую к нашему старшему товарищу в Государственное Дума и вообще парламент это место для дискуссии. И с чем я согласюсь? Нет, но я в первую очередь хотел вспомнить, Олег Викторович сказал о том, что очень часто приходилось общаться с Митимир Шариповичем, потом с Рустамом Галевичем. Я просто сразу же вспомнил ситуацию, в которой я оказался. Меня назначили министром с участием Митимир Шариповича. Мы открывали объект где-то, в общем, в сторону школы МВД. По-моему, это что-то со скорой помощи было связано. У меня был вопрос к Митимир Шариповичу связан с какими-то согласованиями, дополнительными деньгами. Я помню, чтобы этот вопрос задать, мы сели с ним в одну машину, и я только собирался задать вопрос, он попросил соединить с Олегом Викторовичем. И вот, короче говоря, по дороге от того конца Казани до Кремля, это был такой разговор, по-моему, Олег Викторович не успевал даже слова сказать. Это было все в одну сторону, очень так жестко, очень так требовательно. И я, в общем, я не решил свой вопрос, потому что мы уже приехали в Кремль. Но я подтверждаю, это была тема, связанная с татарским языком. Это было, это даже 2005 год был, и тогда Государственная Дума рассматривала образовательный стандарт также, и это был очень, очень серьезный, очень такой повышенный разговор был. Олег Викторович, так не просто ему было на той стороне. Вот. И я подтверждаю, что это действительно так. И непосредственно к теме. Вот самым главным моим девизом, на мой взгляд, мне кажется, вот время, я не знаю, когда оно началось, но сейчас время личных стратегий. Вот стратегий каждого человека. Это время отличается от предыдущего, может быть, советского периода, когда мы, когда молодежь, в рамках молодежной политики, очень сильно надеялись на государство. Вот мы сейчас говорим о патерналистских моментах. Сейчас очень важно, на мой взгляд, выстраивать личную стратегию, и поэтому я не соглашусь с Олегом Викторовичем о том, что нельзя ошибаться. Или, например, да, о том, что, вот, например, не ошибиться, конечно, очень удачно, если ты с первого класса определился с профессией, и на самом деле попал в эту профессию, конечно, это супер, но ничего плохого нет, если ты ошибаешься и не живешь в этой профессии, в которой ты чувствуешь, что ты не лучший, в которой ты чувствуешь, что ты не в той конкурентной среде, и так далее, и так далее. Вот через это, на мой взгляд, очень важно формировать личную стратегию. Если сказать о себе, я родился в городе Огрыз, маленьком, закончил обычную школу, безусловно, первыми наставниками для меня были мои родители, моя мама была очень известным, хорошим педиатром в небольшом городе, и всю свою жизнь, я помню по ночам, поскольку она была сильным педиатром, а татары, как правило, обращаются только ночью в больницу, в особенности, если дети болеют, маму вызывали в больницу, дорог не было, и я ее провожал в больницу, при этом мама смотрела, лечила ребенка, а у меня была своя кушетка в больнице. Вот, конечно же, после этого я, безусловно, стал врачом. Следующими наставниками были великие хирурги, потрясающие хирурги, хирурги, которые, ну, вы знаете, вот тогда появилось такое, смотришь, когда оперирует, например, доцент Федоров, это, знаете, что-то такое, Шостакович, смотришь, когда оперирует такой знаменитый хирург Масихин, он до сих пор работает в республиканской клинической больнице, это какой-то бах, знаете, бам-бам-бам, а смотришь, когда оперирует, например, профессор Красильников, Это что-то такое мягкое, такой Моцарт весенний. И вот хотелось об этом говорить. И вот это так запоминалось с такими ассоциациями. В какой-то момент я понял, что в здравоохранении что-то не так. И тогда появилась личная стратегия. И сразу же подумал, о каких инструментах можно говорить. Тогда Борис Николаевич Ельцин вел президентскую программу переподготовки управленческих кадров. Я пришел в Минэкономики и записался. В Минэкономики мне сказали, что всех принимаем, кроме медицинских работников. В общем, я тогда был, по-моему, заместителем главного врача. И я тогда поднял скандал. Почему? Отрасль, которая имеет достаточно серьезные проблемы, там не принимают людей, которые могли бы научиться управлять. Приняли. Я был первым выпускником президентской программы. Кстати, до сих пор получаю письма. Она живая, она существует. И она мне действительно очень помогла. После этого было участие в международном конкурсе, стажировка в нескольких странах, поскольку мы выигрывали гранты и так далее. После этого управление здравоохранения, Министерство здравоохранения, Российское министерство здравоохранения и Министерство финансов. Я хочу сказать о том, что, на мой взгляд, не надо бояться ошибки. На мой взгляд, надо всегда искать. На мой взгляд, надо всегда пробовать. Конечно, еще раз повторюсь, это хорошо, когда получается с первого раза занять позицию и по ней идти. Но сегодня и мир очень сильно изменился. И вот не зря говорят о том, что человек должен в течение жизни сменить не менее четырех видов профессий, четырех направлений, в которые он мог бы себе реализовать. Вся работа властей. Посмотрите, в Татарстане абсолютно правильная позиция, когда все делается для того, чтобы изменить качество жизни и дать возможности. На мой взгляд, это правильно. Когда формируется качественная среда, когда формируется качественная конкуренция, это дает возможность выбирать те или иные позиции. Ну а какой главный инструмент сейчас для вас, конечно же, это хорошее образование и активная позиция. Активная позиция. Вот я бы так ее обозначил. И еще раз завершая свою речь, хочу, что, на мой взгляд, сегодня время личных стратегий. Личная стратегия, в первую очередь, стратегия развития, стратегия выбора. И вот это очень и очень важно. Спасибо. Спасибо. Марат Муисурович. Добрый день. Когда Айрат Закич говорил, у меня, ну, моя жизненная история очень сильно расходилась вот с тем, что он рассказывал, и теми принципами, которые он говорил. Но в самом конце он меня успокоил, когда сказал, что человек должен в своей жизни четыре профессии поменять. У меня как раз получается, что я в Госдуме, именно у меня четвертый вид деятельности. Не знаю, будет ли пятый, или надо постараться остановиться на этом. Я согласен, наверное, Айрат Закич, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Конечно, человек ошибается, и ошибки они и могут, и должны быть. Но главное, вовремя эту ошибку оценить и сделать выводы. Хорошо, что вот Олег Викторович в восьмом классе понял, что он не математик. А если бы он понял это после университета, или там в 35 лет, тогда это была бы уже трагедия, да, личная, наверное. Поэтому ошибки, конечно, они допустимы, но не менее важно, а может быть более важно вовремя их заметить, оценить и скоординировать свои действия. И вот здесь, сам можешь этого не заметить, позиция или наличие наставника старшего товарища очень важно, который может подсказать тебе и указать на такие ошибки. В 32 года, Олег Викторович сказал, что в 32 года он в большую политику попал. Я тоже попал в 32 года в большую политику. Когда меня выдвинули на должность, тогда еще не было министерства, председателю госкомитета по делам детей и молодежи республики Татарстан. И вот с этого как бы началась другая жизнь на новом уровне ответственности, принятия решений, ну и возможности для принятия решений. Работая после окончания авиационного института на Казанском авиационном заводе, как раз в то время, когда там внедрялся и выпускался первый самолет Ту-160, который сейчас мы практически каждый день видим с экранов телевизоров и которым гордимся, который является самым мощным стратегическим бомбардировщиком в мире, еще долго будет являться таковым. Вот, я уже по студенческой привычке, как многие из вас, втянулся в общественную работу. Это было крупнейшее предприятие тогда и в Казани, и в республике, там, после КАМАЗа. И вот эта общественная работа тогда была одна, молодежная организация «Комсомол». По факту она была как бы общественно-государственной организацией. Работая вот в этой организации, там, с ребятами общаясь, мы делали различные интересные проекты, реализовывали, в том числе МЖК строительство, вот, молодежного жилищного комплекса в Новосовенском районе. Это второй в России такой комплекс. Научные программы, творческие, спортивные и так далее. Еще раз говорю, организация была одна. И в 1991 году, когда после распада СССР, комсомолы запретили, молодежь и страны, и республики, она осталась такой обескровленной. То есть проблем стало гораздо больше, жизнь стала гораздо сложнее. А вот молодежных организаций больше других никаких не было. А потребность решать эти проблемы, она, конечно, была. Начались различные молодежные волнения, напряжение вырастало, в том числе в студенческой среде. Олег Викторович, наверное, помнит, как и студенты КГУ выходили, КХТИ, другие молодежные организации, националистические молодежные организации. И тогда в республике стал вопрос о создании государственного органа по координации этой работы. С молодежью было решено создать госкомитет и мою кандидатуру. Я использую там в то время, в начале 90-х, любую трибуну, любую возможность. Тоже выступал за то, за скорейшее создание такой организации, будучи депутатом районного совета, одного из районов Казани, тогда был Ленинский район. И у нас таких было много, и мы были услышаны. И в 1994 году такой госкомитет был создан, и я его возглавил. Моим наставником он в те годы, мне очень сильно помог советами, поддержкой. Тогда был глава района, Ленинского вот этого, тоже выпускник авиационного института. Каевский дух, как мы говорим, выпускники Каева, он остается на всю жизнь. И даже гимн такой есть, Каевский, что если увидишь человека со значком Каи, значит, это твой брат и друг. Вот мы друг друга понимали, и он очень во многом мне помог состояться. Вот в то очень сложное время разрушение страны, ну, СССР, формирование госорганов и формирование и Российской Федерации, и новых структур в Татарстане, там вот эти все вопросы подписания союзного договора решались, почему Татарстан не подписывает, а потом, когда уже СССР распался вопрос создания договора между Татарстаном и Россией, и вот он нам все это разъяснял, молодежи показывал, рассказывал, и, конечно, мы формировались вот под его чутким, таким очень тактичным влиянием. А уже став председателем госкомитета по делам молодежи, а позднее, через несколько лет, когда было создано Министерство молодежи, спорта и туризма, я, естественно, попал под обаяние и под мудрое руководство Ментимира Шариповича, о нем и о Рустаме уже очень хорошо рассказали, добавить, наверное, и нечего, но вот то доверие Ментимира Шариповича, я, молодой парень, пришел, он меня практически не знал-то, когда назначал, но когда уже назначил, спрос был одинаковый, наверное, наравне со всеми, но я вот сразу почувствовал его доверие, право самостоятельного принятия решений, которое было дано, и, конечно, когда тебе доверяют и дают такое право, ты стараешься не подвести, оправдать это доверие, и все очень скорпулезно взвешиваешь при принятии каких-то стратегических решений. И вот я, 16 лет проработав министром, представителем Госкомитета под руководством Ментимира Шариповича, и из них 12 лет премьер-министром был Рустам Нургалеевич Мениханов. Вот это те наставники, которые формировали не только меня, но и очень-очень многих людей в нашей республике. И когда я пришел в Госдуму, у нас в Госдуме депутатам сразу предлагают учебу в различных учебных заведениях, повышение квалификации или получение высшего образования. Настойчиво приглашают. Я говорю, ну где мне еще у кого учиться, после 16 лет работы с Ментимира Шариповичем и с Рустам Нургалеевичем. И они соглашались, что да, это аргумент, это знак качества. Или иногда в своем кругу при неформальных беседах спрашивали, ну вот расскажите, как столько лет можно с такими гигантами политическими руководителями работать? В чем заключается секрет успеха Шаймиева, Минниханова? То есть вот их такие способности управления оцениваем не только мы, но и далеко за пределами нашей республики, в других регионах. И как бы один из примеров уже более молодого поколения Николай Никифоров, он вот, будучи школьником, участвовал в одном из наших проектов, которые проводил наш госкомитет среди школьников. Школьные бизнес-компании мы создавали, проводили конкурс среди них. Он был одним из победителей вот этого конкурса. Потом через несколько лет становится советником премьер-министра, министром связи республики, и в 29 лет становится министром России, министром связи информации России. То есть вот это, опять же, большая заслуга Рустама Нургалеевича, в том числе, который его подсмотрел, увидел, доверил ему и на такой уровень поднял. Был такой определенный скепсис, когда его в 29 лет назначили министром связи России, справится ли там, разговоры разные ходили. Вот там двинули, типа модно и так далее. Но Николай Анатольевич быстро показал, что он человек на своем месте, что не возраст здесь определяющий, а профессиональные навыки и компетенции, и отлично справляется со своей сферой, что мы с вами и здесь видим, но и в повседневной жизни чувствуем. Поэтому роль наставника, она очень значительная, я считаю. И у кого есть хороший наставник, то тому, конечно, повезло. Он избежит большого количества ошибок, во-первых, и во-вторых, получит много тех советов, которые получат ему быстрее пройти тот жизненный цикл, те ступени, по которым все мы с вами идем. Спасибо. Спасибо. Итак, пищи для ума, что называется, было достаточно много сейчас. Сессия вопросов-ответов начинается. У кого есть вопросы, давайте сигнал, пожалуйста, из зала. Руку, например, поднимите. Микрофон у нас находится, да, вот вы видите сейчас все. Давайте сигнал, и я, соответственно, буду передавать вам слово. Есть уже созревшие вопросы. У нас есть представители средств массовой информации в зале, вот у них точно всегда есть вопросы. Пожалуйста, только единственная просьба представляться для внешних зрителей, потому что мы этого знаем, а внешнего, может, и нет. Максим Кириллов, газета «Бизнес онлайн». Олег Викторович, скажите, а Ментимер Шерипович или Рустам Нургалевич до сих пор вам звонят по поводу татарского языка в повышенных тонах? Звонят. Рустам Нургалевич – это мой работодатель, ведь я же представитель Татарстана в Совете Федерации от исполнительного органа власти республики, то есть это от президента. Поэтому звонить – это такой собирательный образ, потому что речь не идет о конкретном звонке, а речь идет о том, что есть постоянный режим общения. С Ментимером Шериповичем я больше общаюсь тогда, когда приезжаю сюда, в республику, а с Рустам Нургалевичем – это постоянные контакты в Москве и в Татарстане по самым разным темам и вопросам, тем задачам, которые он ставит перед мной, как перед своим представителем в Совете Федерации. Это такой каждодневный контакт по всем вопросам, а не только по тому, который вы затронули. По-любому. Что касается интонации, знаете, вот когда Радзекич сказал, что был разговор, на повышенных тонах жесткий со стороны Ментимера Шериповича, я пытался себя поймать на мысли, помню я это или нет, ну вот так чисто эмоционально, что был какой-то разговор с Шаймиевым, когда он, например, на меня там жестко давил. И не вспомнил, не потому что он не давил, он, может быть, как раз давил, просто потому что для меня это был нормальный формат. Ну звонит Шаймиев, возбужденный, да, есть какая-то тема, которая его беспокоит, и он мне там по трубке, значит, что-то такое горячо объясняет. Совершенно нормальная ситуация, да, абсолютно штатная с точки зрения моего общения с этим выдающимся политиком. А дальше я, значит, видимо, там, в меру того, что я мог в то время, если я правильно понимаю, это я был тогда первым заместителем председателя Государственной Думы, ну и, видимо, он именно в этом статусе мне что-то адресовал в части вот этих вот стандартов, которые тогда обсуждались. Борьба действительно была очень острая. Я помню, что тогда по его поручению я встречался с министром образования тогдашним Фурсенко, значит, мы на Думе это вообще обсуждали, постоянно пытались найти вот эту правильную золотую середину, между тем, чтобы были общефедеральные стандарты, как и положено, и чтобы были соблюдены интересы национальных регионов, таких как Татарстан. Вот, поэтому это была просто такая большая работа важная, каждодневная. Спасибо. Нет, пока вы несете микрофон, тогда вот продолжу вопрос коллеге, только чуть в обратную сторону. То есть, отсюда звонки, да, это был вопрос предыдущий, а звонки с другой вашей бывшей работы, вот со Старой площади, поступают иногда вот членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы. Обратите внимание на что-то, я про администрацию президента. Как взаимодействие-то строится, вот как администрация президента свои мысли доносит свои, ну и желания в том числе, да, пожелания до законодателя. Я тоже, видимо, больше ко мне, учитывая, что я там был по ту сторону три года. Вы знаете, вот есть некая обманка такая, которая существует на этот счет, которая действительно не соответствует. это такая вот ложная картина, когда якобы сидят вот там в администрации некие люди, ну типа там, когда я там сидел, да, три года, в качестве начальника управления внутренней политики, и вот я там сижу, вижу эту поляну политическую, а потом снимаю трубку, звоню депутату Фарахову, говорю, Радакевич, вот вы там будете такое-то решение принимать, вы там не вздумайте вот так-то сделать, вы давайте наоборот. Ну это бред, да, это даже, ну просто такого не бывает. Есть коммуникации администрации, например, с лидерами домских фракций. Но представить себе, что начальник управления внутренней политики говорит, ну условно, Зюганов, вы вот делаете так, а не делаете так, это полный абсурд. Я могу сесть с Зюгановым и обсуждать какую-то тему, высказывать свое отношение к этому, а он будет высказывать свое отношение к этому. Надо мной есть начальники, там первый заместитель администрации, руководитель администрации тогда был Вячеслав Володин, и он также разговаривает с лидером домской фракции. Ему в голову не придет, что приказывать Зюганову, потому что, во-первых, не факт, что Зюганов сделает так, как ему приказывают. Это политика, политика это умение договариваться. Есть ли постоянные контакты? Конечно есть, конечно есть. В самых разных формах. Есть представители администрации, которые находятся в контакте с депутатами Государственной Думы и стенами Совета Федерации. Но это партнерство, вот я, наверное, все время искал, какое слово, это партнерство, это политическое партнерство, которое предполагает согласие, несогласие, понимание, иногда непонимание. Вот так это устроено. Я могу добавить? Да, конечно. Когда я пришел в Государственную Думу после работы в правительстве, мне одна из первых фраз, которая меня зацепила и мне очень понравилась, и она принципиально соблюдается, которую сказал спикер Государственной, Вячеслав Викторович Володин, демократия это в первую очередь процедура. И вот как раз Олег Викторович именно об этом говорил. То есть демократия это действительно в первую очередь процедура. Спасибо. Вопрос был, да? У вас микрофон, пожалуйста. Добрый день, Кристина Иванова, пресс-центр Казанского университета. Марат Мансурыч, вопрос. Вот вы сказали, когда комсомол, так скажем, исчез, то молодежь осталась обескровленной. Вот сейчас, на ваш взгляд, российская молодежь, вот учитывая наличие всевозможных форумов, конкурсов, она все-таки как-то, ну, понабралась крови. И вот что вообще тормозит развитие молодежной политики в стране, принятие закона о молодежи? Что является основным ступором? Обескровленная, имеется в виду, без крови, без крыши, а не без крови. Да, сейчас ситуация принципиально другая. Во-первых, определенные нормативные акты появились, да, в том числе создание, то есть об общественных молодежных и детских организациях в Российской Федерации, хотя до сих пор нет закона о молодежной политике. Появилось, в первую очередь, очень значительное количество молодежных организаций, объединенных по тем или иным принципам, но, естественно, по интересам в основном, по целями, задачам, и которые уже встали на ноги, и определенный вес имеют, авторитет, историю, влияние. То есть этим организациям уже 20 и более лет. Много организаций даже у нас в республике, в других регионах, и федеральные, с которыми считаются и федеральные органы власти, и работают с ними, и сотрудничают, тоже самые те процессы в республике. Появились органы по работе с молодежью во всех субъектах федерации, в муниципалитетах, в учебных заведениях, их не было, и в учебных заведениях, вот управление по воспитательной работе, там, зам, то есть проректор по воспитательной работе, или по работе с студентами, которые сейчас есть везде, тогда не было практически ни у кого. Наверное, помните, в начале 90-х годов был как бы лозунг, учебное заведение не место для воспитания, а место для получения зданий. Воспитывать должна семья. Это было и в средней школе, и в высшей, везде. Вот, появились федеральные органы власти, госкомитет по делам молодежи, но сейчас федеральное агентство по делам молодежи, то есть вот эта структура, она во многом выстроилась, появилось много общественных формирований молодежных органах власти, молодежные парламенты есть и в Татарстане, молодежные правительства есть и в Татарстане, то есть они, каждый занимает определенную нишу и помогает решать проблемы молодежи. Это площадки для того, чтобы молодежь могла высказаться о своих проблемах и вместе с органами власти принимать пути решения этих проблем. И не только молодежных, но молодежь уже выступает партнером по решению других задач, стоящих в стране, социальных, экологических, тех же образовательных и многих-многих других, вот движение волонтеров, там тоже в основном молодежь и принят отдельный закон, то есть и государство это финансирует через гранты, через бюджет этих молодежных органов, и вы все это прекрасно и знаете, я надеюсь, чувствуете эти возможности и пользуетесь ими, то есть ситуация кардинально от тех, ну, события 25-летней давности, конечно, изменилась. Спасибо. Вопросы есть? Пока вы передаете микрофон, я вот сейчас позволю от себя сформулировать, Марат Монсорыч, вы, наверное, помните в начале 90-х, вот точно говорю, этот зал не помнит в начале 90-х, вот, и вот в связи с этим, кстати, и вопрос. Другие коммуникации, другие формы общения, другие формы самопродвижения, реализации личностных стратегий, одна из них это социальные сети, социальное пространство. Вот если вот сейчас я спрошу, вот про начало 90-х не помнят, а кто ведет собственные страницы, ну, в той или иной форме, в социальных сетях, не важно в каких, можно поднять руки? Все застеснялись, вдруг вычислят, да? Ну, скажи честно, все, меди-коммуникации не ведут ничего, в Фейсбуке, ВКонтакте, теперь ничего, стали чуть поднимать, побаиваются, хорошо. Ну, вот, значит, ну, в общем, там, в социальном пространстве, а что у вас с социальным пространством, как вы представлены в социальных сетях? Я Олегу Викторовичу, помнится, задавал такой вопрос, но была другая аудитория, поэтому для вас, если хотите повторно его спрашивать, формулируя, как вы и для чего вы ведете те или иные свои аккаунты в социальных сетях, если таковы и ведете? Ввиду, у меня есть страничка в Фейсбуке, у меня есть страничка в Инстаграме, Инстаграм это такое личное, вот говорят, зачем вот какая-то личная информация, которую вы выставляете в Инстаграме, меня иногда даже за это критикуют, а я говорю, знаете, мы живем в таком открытом мире информационном, что если ты о себе сам не расскажешь, то тогда за тебя это сделают другие, и обязательно соврут, обязательно что-нибудь придумают, сколько там у тебя детей, сколько у тебя жен, сколько у тебя собак и кошек, поэтому я предпочитаю сам об этом рассказать, публично, не все так делают, но мой выбор такой, а что касается моей странички в Фейсбуке, опять же, учитывая, что я человек, который работает как эксперт, в том числе на публичных, телевизионных площадках, радиоплощадках, мне Фейсбук нужен не для того, чтобы там что-то про себя рассказывать, я про себя там редко рассказываю, там, скорее всего, что-то в шутливой форме, какие-то забавные истории своей там, в том числе политической жизни, а больше комментирую то, что происходит в мире, в стране, как эксперт, и потому как я вижу реакцию, вот что для меня важно, я же вижу, как реагируют мои читатели на то, что я говорю по поводу текущей политики, и для меня это важно с точки зрения, правильно ли я ценю эти события, насколько у меня много сторонников или мало сторонников, вот есть примеры, когда, скажем, какая-то позиция твоя вдруг вызывает шквал негатива, вот я могу сказать, что я посочувствовал по-человечески, посочувствовал Улюкаеву, я не оправдывал его, как человека, который осужден за конкретные преступления, я сказал, мне по-человечески жалко его, я просто его знаю, потому что еще со времен, когда он работал в Центральном банке, когда он еще был молодым политиком, ну вот такая беда случилась у человека в жизни, жуткая беда, представить себе сложно, как он, если переложить на своих близких, я просто сказал, по-человечески жалко, ужас, там сотни комментариев, из них там 95% не согласен со мной, потому что бить, бить и бить, ну я остался при своем мнении, но вот пример того, когда со мной мои читатели точно разошлись, на 90% разошлись. Для меня это вот в этом смысле, наверное, важно для того, чтобы лучше чувствовать, правильно ли я понимаю то, что происходит в стране и мире. Спасибо. Во-первых, например, для нас всех Олег Викторович, он такой академический пример, и на самом деле все, что он, я активный подписчик, и я всегда стараюсь, когда появляется новость, которую писал Олег Викторович, всегда прочитать, потому что это действительно позиция, и вот это прямое наставничество, на самом деле всегда нуждаешься, всегда хочешь сверить свою позицию, спросить мнение, не всегда получается позвонить. Да, да. Да, вот, да, и я, на самом деле, представлены в Фейсбуке, в Инстаграме и ВКонтакте, у меня огромное сожалению, в Фейсбуке я полтора года, ВКонтакте, в Инстаграме, этим летом я поднялся на Эльбрус, и мне показалось, что мне так хотелось поделиться этой фотографией, когда на вершине Эльбруса, и на самом деле, я вот с этого момента, это было в августе этого года, и, в общем, сейчас достаточно активный участник. Я считаю, что это совершенно необходимая и совершенно открытая форма общения. Я считаю, что это наше общее завоевание, наличие социальных сетей, и я считаю, безусловно, какое-то определенное регулирование, наверное, важно, но это наши возможности, в первую очередь, социальные сети, в первую очередь, от нашей возможности. Спасибо. А, кстати, вот вы на Эльбрус поднялись, вы переживаете, вот сколько лайков поставят, вы страдаете, из их мало? Многие страдают просто. Нет, на самом деле нет, и нет, в этом плане никаких проблем нет. Нет, отслеживаете, Хорошо, спасибо. Мурат Мансурч. Действительно, социальные сети, это очень большие возможности, и в данном случае возможности для обратной связи. Представляете, сегодня, имея социальные сети, любой гражданин может обратиться своими мыслями, или своей оценкой и к президенту республики, и к президенту страны, и в госдум, ну, куда угодно, и к кому угодно. И есть вероятность того, есть вероятность большая, быть услышанным, хотя бы увиденным, донести свое мнение, это очень важно для человека. Ну, а те, кто, кому это направлено, они знакомятся с этими мнениями, отзывами, пожеланиями, предложениями, конечно, тоже получают более объективную картину по тем или иным событиям или проблемам, и это помогает в дальнейшей работе и в принятии решений. Это очень важно. У меня у самого есть сайт barilvmarat.rf сайт я создал став депутатом Госдумы, это сайт, инструмент в первую очередь для связи с избирателями, я там в основном информацию все выкладываю о работе как депутата Госдумы, информацию есть и инструменты обратной связи для предложений, пожеланий, заявлений в адрес депутата, вот, и веду страничку в инстаграм, немножко другая уже роль, о чем уже было сказано, фейсбук, я был в фейсбуке, ну, то есть работал я и там, сейчас и стою, но не пользуюсь активно, активно пользовался, работая в олимпийском комитете для связи с международной спортивной общественности и так далее, но работаю в Госдуме, как я, а фейсбук пока держу в резерве, не работаю в нем активно. Спасибо. Спасибо. Добрый день, Мухаммедзианова Луиза, я являюсь слушательницей Малой Академии Государственного управления, и мой вопрос, Айрат Закеевич, в своем выступлении вы упомянули о необходимости развития личной стратегии для каждого, и на основании этого какими качествами должен обладать современный депутат. Спасибо. Спасибо за вопрос. Наверное, вопрос он такой достаточно риторический, и необходимо исходить из этимологии самого слова депутат посланный, уполномоченный. Мы представляем нашу республику, мы избраны жителями республики Татарстан, и мы, безусловно, должны отражать интересы жителей республики Татарстан в парламенте Российской Федерации. И поэтому неравнодушие, поэтому желание максимально помочь большому количеству людей, это, в первую очередь, очень-очень важно. Я, конечно же, хочу отметить и профессионализм, и образование, и настойчивость, упорство. Это очень-очень важно в работе депутата. И вот только что мы обсуждали вопрос социальной сети. Вот, например, еще раз, социальные сети для меня еще дополнительно помогают больше общаться с своими избирателями. Вот, например, благодаря тем же социальным сетям, завтра я встречаюсь со Светланой Сымбаевой. Все знают Светлану Сымбаеву. И, наверное, каждая третья встреча она происходит именно в социальных сетях. Есть такая очень мощная и серьезная фраза, к которой Олег Викторович, кстати, в социальных сетях говорит. Нет хорошего закона без хорошего социального запроса. Вы так написали, на самом деле. И нет такого обсуждения. И как раз вот иногда встречи депутатов затягивают с одним человеком на три часа. Это действительно достаточно сложно. Но социальные сети, они дают такой серьезный фактор обсуждения, такой так называемый социальный запрос. Ты понимаешь, какие вещи на сегодняшний день, наиболее, какие проблемы на сегодняшний день на первом месте. И, конечно же, вот я это все хочу сказать о том, что наша главная задача это, конечно же, работать с нашими избирателями. Наши избиратели, решение их вопросов, помощь конкретному человеку, помощь конкретной семье и формирование проблемы и попытка решения этой проблемы на федеральном уровне. Это очень-очень важно. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Салат Мухаммадуллин. Тоже слушатель Малоакадемии государственного управления, студент и журналист. Задаю вопрос как молодой человек. Вопрос такой, вот я живу в Татарстане уже пять лет, работаю три года, учусь, и вот через полгода там меня условно уже выселят из общежития, потому что пришел уже срок, и, к сожалению, я не могу участвовать в государственных программах в социальной ипотеке, которые сейчас есть в Татарстане, просто потому, что у меня прописка башкирская. То есть для того, чтобы участвовать в этих программах, есть там гранты от Лиги студентов, я знаю, конкурсы, я хотел в нем участвовать, вот как раз в феврале он был, но я не смог, потому что у меня не местная прописка. И вот у меня такой вопрос, предложение, возможно, есть ли такой вариант развития событий, создать программу, чтобы студенты, молодые люди, там, может, какие-то в виде грантов, может быть, это будет, чтобы могли тоже социальную ипотеку, ипотеку получать. Спасибо. Спасибо. Кто больше готов ответить? Пожалуйста. Я попробую ответить. Условно выселить из общежития, я не совсем понял. Нет, я же сейчас учусь, продолжаю, и мне предоставляют общежития. Дело в том, что вот в рамках программы социальной ипотеки там есть подразделение, возможности, это как раз по инициативе Лиги студентов Республики, эта подпрограмма была принята по указанию президента о выделении квоты для студентов, аспирантов и, как там, ну, общественников активных вузов в нашей Республике, которым активно пользуются в том числе и проживающие в общежитиях. То есть у вас же временная прописка в общежитиях. Постоянная прописка не татарстанская. Я понимаю, я говорю о временной прописке. Я знаю сам таких ребят, которые приезжие не из Республики, участники этой программы, вот, из Республики Мариэл, в частности, из Башкортостана, которые уже разыграли квартиры, я, ну, надо уточнить, то есть это вопрос решаемый, я думаю, но вы знаете, программа для граждан Республики, да, для жителей Республики, просто статус вот этот нужно уточнить, нужно обратиться в Лигу студентов, я со своей стороны тоже возьму этот вопрос на контроль обсудим или вы там не все знаете особенностей, тонкостей, или этот вопрос решаемый. Рустам Нургалевич в этом вопросе всегда готов посмотреть, идти навстречу, самое главное, чтобы вы остались специалистом в нашей Республике, в Казани и тогда вопрос решает. Что вам мешает переехать в Республику Татарстан, начать здесь бизнес или работу, прописаться здесь и прописывать и здесь. Если есть такие правила и это республиканская программа, это просто на самом деле. Нет никого здесь, кроме меня самого. В общем, будем считать, что ваше обращение к депутату, тем более смотрите, даже не выходя из зала. Так, есть еще вопросы? Да, пожалуйста, пока передают микрофон, знаете, я на злобу дня, что называется. Всегда, когда вот раньше, так случилось, что опять это вернулось. Приезжали какие-то известные, очень информированные люди, обязательно кто-нибудь находился в зале, который спрашивал, жить, пожалуйста, будет война или нет. Вот так случилось, что происходит. Не буду там повторять, все все прекрасно знают, читают, видят, следят, переживают. Вот если можно, конечно, очень кратко, все-таки куда мы катимся? Мы все-таки подошли к этой черте, где надо уточнять адрес бомбомбежищ или еще есть шанс как-то отойти? Подошли, но войны не будет. Вот, к сожалению, мир устроен так, что чем больше страха людей перед будущей настоящей ядерной войной, тем меньше шанс на то, что она случится? Вот это равновесие страха, понимание гарантированности взаимного уничтожения в случае начала войны, это, собственно, вот та конструкция хрупкая, которая держит мир, останавливает его от применения ядерного оружия. И вот если вы внимательно слушали выступление нашего президента во время его послания федерального собрания, он как раз об этом говорил, что американцы пытались это сломать, сделать себя неуязвимыми, мы вернули ситуацию равновесия, не потому, что мы хотим быть сильнее, а мы хотим, чтобы было это равновесие. А все остальное, информационные войны, всевозможные недружественные действия, которые мы сегодня видим, это продукт такой глобальной конкуренции, связанной с тем, что последние полтора десятилетия Россия неожиданно для многих вдруг вернулась в пул ведущих мировых держав и заявил о том, что у нее есть свое место в мире, что у нее есть свои национальные государственные интересы, что с этим она согласна, а с этим она не согласна с точки зрения того, как устроена мировая политика. Вот помните, когда президент наш отвечал на вопросы о вмешательстве выборов, он же привел вообще фантастический пример, когда он сказал, что когда мы адресуем упрек к американцам, но вы же вмешиваетесь в наши выборы, вы же это делаете постоянно, ответ нам можно, вам нельзя, но мир не может быть так устроен, когда одному это позволено по непонятной причине, откуда эта причина взялась, почему американцев можно, потому что они говорят, мы добрый полицейский, а вы гангстер, но так мир не может быть устроен, потому что мы не видим себя гангстером и не считаем, что они добрые полицейские. Пока в мире все страны не научатся говорить на языке уважения друг к другу, пока не договоримся о том, что есть общие правила, которые соблюдают все, а не только мы должны их соблюдать, но и другие тоже, до этого будет очень жесткая политическая, экономическая, а в чем-то и военная конфронтация. Что мы сейчас и наблюдаем, мы наблюдаем пик такой драки. Но с точки зрения вот ответа на главный вопрос, мне все-таки кажется, что большая война сегодня невозможна, я в это верю, верю в человеческий разум, поэтому вот мы сегодня имеем другие примеры вот этого глобального противостояния, не менее, кстати говоря, опасной с точки зрения будущего человечества, потому что оно создает массу проблем и экономических, и геополитических. Но, тем не менее, я думаю, что вот как по спирали по Гегелевской, рано или поздно мы вернемся в ту точку, когда все поймут. Но дальше уже нельзя. Надо садиться, договариваться о каких-то общих правилах мироустройства. Иначе это будет бесконечно плохо всем. Спасибо. Я тоже считаю, что это невозможно, но напряжение держит какой-то минимальной ошибки в данной ситуации быть не может на самом деле. И, безусловно, это будет держать всех в напряжении. Несколько лет назад, наверное, Олег Викторович меня поправит, я думаю, не меньше, чем три года назад еще не было даже такой ситуации. Очень хорошо прокомментировал, по-моему, на Валдайском форуме Владимир Владимирович Путин этот вопрос. В чем же причина? 21 век, век созидания, век возможностей, технологий и так далее. И вот на самом деле вот эти все ситуации приводят к тому, что мы тормозим друг друга. Когда произошла ошибка и что произошло? Он сказал, было две ошибки, наша и ваша. Наша ошибка, что мы очень сильно доверились вам, а ваша ошибка в том, что вы это доверие восприняли как нашу слабость. Вот на самом деле, когда мы перестанем рассуждать такими категориями на этой планете, когда мы действительно перестанем предъявлять обвинения, которые на самом деле, ну, честно говоря, юридическую базу не имеют, и вот тогда, наверное, мы будем равноправными, и тогда мы можем говорить о созидании. Конечно, вызывает огромное сожаление, что в условиях вот супертехнологии, в условиях, когда земля решает планету голода, решает планету, проблему бедности, колоссально решены проблемы со здоровьем, с охраной здоровья. Посмотрите, буквально за последние сто лет катастрофически мир изменился в лучшую сторону. Вот, к сожалению, происходят такие вещи. Максим Кириллов, бизнес онлайн. Скажите, пожалуйста, очень много слов было сказано про наставничество сегодня, были названы ваши наставники. Скажите, а есть те, для кого вы являетесь наставниками сегодня, можете привести какие-то конкретные имена, фамилии, над кем вы взяли шефство, может быть? Вот, и второй небольшой вопрос, тоже связан непосредственно с темой нашего сегодняшнего стола, заседания. Скажите, вы можете ли как-то прокомментировать общеизвестный наверняка у нас в Казани и в Татарстане вообще в принципе миф, что, например, человеку с русской фамилией очень сложно пробиться в большую политику и в принципе есть своего рода определенная клановость в нашей татарстанской политике. вы можете я не исключаю, что есть исключения из этого общего правила, но в большинстве своем... Дальше уже просто трудно более русскую представить, да? Говорят, седьмая по популярности русских фамилий. Я один пример вам приведу о том, что есть эта этническая, так сказать, дедовщина Татарстани. я впервые об этом услышал в 93-м году, так жестко услышал в Москве, когда я был избран депутатом Первой Государственной Думы. Вот идея... Ну, понятно, почему, да? В это время, как говорил Парат Мансович, помните, были националистические движения, очень остро обсуждались проблемы языка, культуры, статуса Татарстана, они подписали федеративный договор, ну, тут масса проблем, и вот я, как политик, который приехал туда, в Москву, в Думу в качестве депутата Татарстана, все время это слышал, и вот я всякие аргументы приводил, и меня не слышали, и тут меня хлопнуло к вопросу о фамилиях, я говорю, слушайте, а сколько депутатов в Думе Татарстана? Тогда было 6, один прошел по списку яблока, и 5 прошли по списку по апругам, сколько из них было русских, а сколько был татар? Один был татарин, и 5 были русских, и когда я этот пример привел, я даже сам не знаю, почему так тогда получилось, но вот получилось вот так, что у нас было 5 русских, и был один татарин, один был с татарской фамилией, это не показатель, я просто хочу сказать, что особенно в политике, в политике фактор этнический, когда ты особенно живешь в Татарстане, в Национальной Республике, он конечно играет свою роль, ну даже например для каких-то русских он может играть роль в той части, что например не знаешь языка татарского, и это уже определенное ограничение с точки зрения твоего какого-то роста, учи, учи, и знай татарский язык, почему, и зычи твоё преимущество, как и обратно, когда татарин например свободно и без какого-либо акцента говорит по-русски. Поэтому наверное есть какие-то всегда в национальных регионах, в национальных республиках могут быть какие-то такого маятникового порядка процесса в этой части, лучше, хуже, больше, меньше, кто-то больше доволен, кто-то меньше доволен, но представить себе, что есть какая-то ограничительная политика, но это конечно не так. И когда я сослался на свой пример, меня всегда обижает, когда себя привешь к примеру, говорит, ну нет, слушай, это не считается, ну нет, давай про другое, а как, почему не про другое, почему не про меня? Я, как депутат Татарстана, был 8 лет лидером фракции, ну я представлял Татарстан в Думе, я был 7 лет первым заместителем и 2 года просто заместителем председателя Государственной Думы, ну я же представлял Татарстан, меня же Татарстан двигал в Думу, меня поддерживали здесь, хотя я работал на федеральном уровне, ну фамилия моя при этом оставалась Морозов, поэтому я ответ на этот вопрос могу дать только вот так, как ответил, а в первой части вы насчет наставничества, вот вы знаете, ей-богу, мне очень трудно ответить на этот вопрос, потому что я же еще преподаватель, до сих пор читаю лекции, у меня огромное количество людей, которые моложе меня, которые рядом со мной в науке, в политике, в какой степени я для них являюсь наставником, я не знаю, это их надо спросить, но огромное количество людей, которые при мне появились в политике, ну например, были членами моей фракции, хотите одну фамилию назову, когда мы создали фракцию регионной России, я ее возглав в 96-м году, по-моему, в 97-м году избрался депутатом Госдумы и пришел в нашу фракцию, никому тогда практически, очень мало известный человек по фамилии Рогозин, а звали зовут его Дмитрий, сегодня это вице-премьер, я не его наставник, не дай бог, не хочу, чтобы это так воспринято было, но он был членом нашей фракции, он как политик рос, да, а я возглавлял эту фракцию, ну и таких примеров, наверное, я могу много привести, но вот точно сказать, что я вот такой эффективный наставник, и у меня там море учеников, наверное, это было бы преувеличением. Спасибо. Арат Закиньич, а у вас нет учеников, или может вы хотите кого-то пригласить в качестве того, хотя бы на пористости даже научить, что... как вы рассказывали, как вы пробили право врача участвовать вот в той программе, да, вот научить этой провинной силе, мощи. Я здесь соглашусь все-таки с Олегом Викторовичем, потому что трудно, наверное, сказать за какого-то человека, для кого-то являешься наставником, но в любом случае, на мой взгляд, любая карьера, любая работа, любая позиция, она интересна с точки зрения сверить свою позицию. Вот я уже говорил о том, что я всегда с огромным вниманием читаю все то, что пишет Олег Викторович. Для меня он наставник, он человек, который имеет колоссальный опыт, и на самом деле он очень четко формирует свою позицию, это очень важно для меня, и может быть благодаря именно этой позиции я сам пытаюсь формировать свои мысли. Вот буквально в начале недели Рустам Нургалеевич пригласил всю медицинскую общественность в условиях Казанского федерального университета, и вот мой последний пост в фейсбуке касался, как раз он так и называется, прекрасный пример наставничества, наставничество, потому что там были легенды здравоохранения, такие очень пожилые люди, там были молодые специалисты, там были ученые, там были ученые, выпускники и просто специалисты, все говорили о проблемах, куда дальше идти, и вот это очень правильный, очень качественный разговор, который дает возможность найти резервы, дает возможность реализовать каждому свою стратегию, и вот конечно же я не могу так вот сказать, для кого-то я являюсь наставником, для кого-то нет, но в любом случае у меня есть что сказать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ У вас вопрос. Хорошо. Да, конечно. Вашим предложением обратиться к аудитории, действительно, мы все очень рады, если вы будете работать с нами, сотрудничать с нами, помогать нам. У нас есть институт помощников депутатов на общественных началах, депутатов Госдумы, и каждый депутат он отбирает или набирает себе вот таких людей, которые помогают ему в работе. Я вот акцент делаю на студентов, на молодежь, потому что это и мне помощь, но и это большая помощь самим студентам, то есть учиться работать с людьми, учиться работать с документами, готовить документы, всякие запросы там, письма, ответы, разговаривать с избирателями. Это очень нужная и большая школа, которую где-то не пройдешь, наверное. А здесь под оком депутата постажироваться, это практически стажировка, это дает большой эффект. Вот и пока я работаю депутатом, ребята, девчата, прошедшие через вот этот институт, сейчас работают и в аппарате госсовета, закончив уже и в аппаратах министерств, и ведомств республиканских, ну то есть и они остаются со мной, вот позавчера был конгресс студентов, есть делегаты, нет, там Рустам Нургалеевич вручил несколько наград, в том числе Виктории Телишевой, выпускницы прошлого года, это тоже моя помощница, ну конечно я был горд, что вот я помог им как-то состояться и найти свое место в жизни, поэтому приходите, мы с удовольствием найдем вам работу, я думаю, что вы не останетесь в накладе. Спасибо. Спасибо вам. Давайте будем тихонько завершать, да, вот сейчас ваш вопрос, пожалуйста. Всем добрый день, меня зовут Рузалия Досаева, я являюсь руководителем образовательного проекта Малой Академии Госуправления в Республике Татарстан, сама также являюсь выпускницей, и я думаю вопрос будет актуален для слушателей, для в принципе студентов, которые желают реализоваться в политике управления, сейчас по исходу получения диплома по профилю государственного муниципального управления, наши слушатели, студенты, они могут устроиться только на младшие должностные группы, да, группы должностей, и соответственно вопрос, можно ли смягчить для них квалификационные требования, чтобы они могли какой-то сделать первый свой скачок в управлении и в политике. спасибо. В смысле сразу на старшей должности? Да, возможно ли так, то есть смягчить, например, есть определенный стаж, требования к стажу, требования к опыту работы, можно ли смягчить эти квалификационные требования? Если я не ошибаюсь, некоторое время тому назад их смягчили, они были более жесткими и как раз вот их смягчение, это по-моему произошло, могу ошибаться, года 3-4 тому назад, эти требования были смягчены для госслужбы, да, для госслужбы, именно для того, чтобы, скажем, если очевидно, что у человека есть способности и таланты, чтобы сразу он мог двигаться более интенсивно, чем вот соблюдать этот временной промежуток. Но у меня есть вот стопроцентное убеждение, что для того, чтобы стать квалифицированным умелым управленцем, лучше, конечно, пройти последовательно различные ступеньки и трудно себе представить, ну, это уникальный случай, например, как вот приводил Марган Сорж премьер Никифоров, но это правда же такая звезда, яркая, вот его увидели студентом, потом его взяли в аппарат школьником, потом взяли в аппарат президента на какую-то очень незначительную должность заниматься, участвовал в создании электронного правительства, заметили, и вот бах-бах-бах-бах, и парень вырос до федерального министра, минуя вообще все возможные правила. Ну, для таких уникальных случаев, видимо, могут появиться и совершенно особые там решения и исключения. А вообще, по умолчанию, конечно, представить себе главу администрации района или города, который не знает, как устроено городское хозяйство и не начинал на уровне какого-нибудь дела управления, не понимает, как это устроено. Ну, как это возможно? Скорее всего, это невозможно по определению. Или он этот город через год пустит по миру, что тоже плохо. Поэтому здесь нужна, мне кажется, такая золотая середина, чтобы, с одной стороны, была возможность для роста, для быстрого продвижения молодого специалиста, но все-таки, чтобы он проходил все начальные тоже ступеньки. Иначе не получится качественного управленца. Спасибо. Поскольку здесь есть вопрос о школе, госуправлении, на мой взгляд, главная компетенция, которую дает школа, это хорошее образование. И, я думаю, никто не сомневается, что школа никому ничего не гарантирует с точки зрения трудоустройства на высокие должности и так далее. мне кажется, каждый, выстраивая личную стратегию, должен понимать, что школа – это хороший инструмент получить хорошие компетенции. Хорошие компетенции плюс опыт являются гарантией того, что ты не просто достигнешь каких-то результатов, а сможешь утвердиться в этой позиции и расти дальше. И поэтому, в любом случае, для тех, кто сейчас получает это образование, и для тех, кто будет получать это образование, конечно, необходимо понимание того, что это главный инструмент для того, чтобы достигать, но не гарантия. Это было бы неправильно тогда. Я бы добавил, что, чтобы стать хорошим управленцем, хорошим знанием, компетенцией и опыту, еще я бы добавил личные качества. И можно обладать хорошими знаниями и уже иметь какой-то опыт, но быть или не иметь тех качеств, которые нужны руководителю, управленцу, или наоборот, иметь те качества, черты характера, которые у управленца не должны быть. И такого, конечно, нельзя, наверное, допускать. А это все познается в коллективе во время работы. И для того, чтобы управленцем стать, нужно себя показать. Я не помню конкретно, сколько там лет, но там же минимальные сроки год-два стажа. Да. Поэтому я не думаю, что это трагично год-два отработать на низком уровне специальности для того, чтобы себя показать, проявить перед людьми, перед другими, и это будет уже стартовой площадкой для дальнейшего роста. Ничего трагичного здесь, я считаю, нет. Это не 10 лет или 5 лет. Спасибо. Давайте предпоследний вопрос. Завершающий я возьму на себя. Пожалуйста. Бик Мухаметова Алсо, Малая Академия Государственного Управления. У меня вопрос к вам, Марат Мансурович. Вами было предложено создание региональных центров молодежного туризма, и у меня, исходя из этого вопрос, чем будут отличаться данные центры от организаций, которые предоставляют экскурсионные и туристические услуги в нашей республике, и почему именно молодежного туризма, как же остальные стои нашего общества. Спасибо. Спасибо за вопрос. Действительно, недавно у нас был круглый стол большой в парламентской газете, вот там я озвучил это свое предложение. Это не мое только личное предложение, но и продуманное, и обсужденное в кругу заинтересованных специалистов, в том числе представителей молодежи, студенчества. Это речь шла о развитии молодежного туризма, как больше молодежь вовлечь в туризм, во внутренний и выездной. И я предложил, кстати, в советское время подобное было, были региональные, вот в большой стране, около 30 вот таких центров молодежного туризма, был и в Татарстане, лагерь Волга, международный лагерь Волга, но тогда он был супер современный по тем временам, 50 лет назад, куда приезжал Юрий Алексеевич Гагарин на его открытие, первый космонавт Земли, вот, и туда приезжала молодежь со всей страны большой, иностранные делегации, соответственно, молодежь нашей страны ездила, в другие страны и в другие субъекты, вот, в эти молодежные центры, речь идет вот об этом, чтобы была возможность вот таких обменов, мест отдыха для молодежи, это не те турфирмы, которые у нас существуют, которые дают какие-то услуги, а, может быть, на основах государственного частного партнерства, зарубежные партнеры, вот, даже посольства, на уровне посольств, выражают очень большой интерес в таком сотрудничестве, они готовы тоже, у них есть такие центры в ряде стран, они готовы как бы возобновить сотрудничество на тех условиях, которые было когда-то, вот, что имеется под молодежными, под центрами молодежного туризма, это не форма, а это инфраструктура. Спасибо. Спасибо. Если есть еще пауза. Хорошо. Вот коллега Максим Кириллов не зря немножко запутался, так растерялся, как обозначить формат, то есть, круглый стол, что-то, мероприятие, конференция, очень доверительный разговор, да, если позвольте, я и завершить хотел бы на такой немножко доверительной, немножко личностной форме. Вопрос к каждому. Вы много говорили о коммуникациях профессиональных, о том, как они выстраиваются через виртуальные пространства, как они выстраиваются на политическом уровне, профессиональном и так далее. А вот вы как люди, как граждане, с кем дружат депутаты. Я вспоминаю времена, когда, скажем, Ельцин и Зюганов жили в одном доме, будучи абсолютными антиподами и вообще ненавидя друг друга. Вот, например, к кому ходят в выходные в гости депутат Бореев, депутат Морозов, в членстве этой федерации, сенатор Морозов, Аэра Закич. Кто те люди, с кем вы комфортно проводите свое время, погружая их в личное пространство? Ну, если, конечно, не секреты. Секреты раскрывать не будем. Личное пространство, оно на то и личное пространство, да? Поэтому, конечно, свободное время я провожу в том кругу или с теми людьми, с которыми мне бы хотелось быть. Это, в первую очередь, мои близкие, семья. Так как мы живем и работаем в Москве, то есть, попадая в Казань, я стремлюсь встретиться с родственниками, с друзьями, которых, конечно, у меня тут все остались здесь. Езжу в деревню, где я и рос, и где у меня тоже осталось много друзей. И здесь, и в Москве встречаюсь. У меня много знакомых и друзей среди спортсменов и спортивной общественности, и благо, что сейчас и в Казани, а не только в Москве проходят соревнования различного уровня, мирового, европейского, российского. Большие миграции идут, приезжают иностранные специалисты, спортсмены, наши едут, вот, встречаюсь с ними, общаюсь. Ну, вот, примерно такой круг людей, конечно, и коллеги, с коллегами тоже. Вот, у нас есть депутат Гельмудинов, мы, раньше, и Олег Викторович часто принимал участие в наших встречах, сейчас Олег Викторович от нас от колоссов Совета Федерации, за бильярдом столом. Олег Викторович один из чемпионов Государственной Думы в прошлом по бильярду. Капитан команды, вот я говорю капитан команды, теперь мы защищаемся без него, вот, то есть разные формы и времяпровождения, ну, вот, на горнолыжном комплексе в этом году, в Казанском, был только два дня назад первый раз в этом сезоне к своему стаду, раньше любил туда ездить, то есть самое, было бы время, с кем как провести, слава Богу, у нас есть. Спасибо, ну, спасибо, но, вы понимаете, что не без подтекста еще, конечно, вопрос, вот можно себе представить, например, что, вы в Госдой много лет работали, да, скажем, Владимир Вольфович Жириновский с тортиком, к вам приходил, например? Он был у меня на юбилею, когда мне было 55 лет, я пригласил многих думцев на свой день рождения, и Владимир Вольфович был на этом день рождения, был Евгений Максимович Примаков, такой памятный для меня день, потому что было очень много интересных людей, вот, нужно понимать, кстати говоря, вот, я понял, что вопрос вот в чем, вот депутаты Госдумы, которые спорят, которые очень часто занимают разные политические позиции, они как потом, вот, как, да, 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 вот они только, знаешь, вот, поскольку у меня разные с ним точки зрения, я с ним, да нет, например, я много лет дружу с Николаем Харитоном, кстати, в том числе на больше бильярда, он был членом нашей команды, и сейчас, да, мы с ним политически, ну, далеко не единомышленники, но в жизни мы с ним очень добрые товарищи, Геннадий Андреевич Зюганов, упоминающийся, упомянутый мной сегодня, в личном плане, очень, кстати, комфортный человек, такой прекрасный рассказчик, любит анекдоты, посмеяться, пошутить, там, и в застолье, там, неоднократно с ним был, очень комфортный человек, ну, это же совершенно по-человечески нормально, понимаете, вот у тебя в политике одно, а в личном плане с этими людьми ты достаточно часто общаешься, но это общение, конечно, такое вот, нельзя назвать, мы друзья, да, с Жириновским или с кем-то, из упомянутых моих людей, а так, действительно, все как у людей, это, как правило, общение с близкими, потому что не так много времени для этого общения, а мы все живем на два города, значит, мама у меня здесь, сестра у меня здесь, племянница у меня здесь, другая часть семьи, в Москве, понятно, что когда я приезжаю в Казань, то с кем я провожу время, конечно, с семьей, с которой я там не виделся, с моими близкими, родственниками, казанскими, если друзья, ну, знаете, есть такая формула, что чем ты становишься старше, тем меньше у тебя новых друзей, да, в основном у тебя остаются старые друзья, когда-то приобретенные в юности, и у меня в этом смысле тоже так устроено, и, кстати говоря, не так уж часто с ними удается общаться, потому что все заняты, у всех какая-то своя жизнь, но когда бывают какие-то события у всех, то вот как раз наступает время, когда встречаются, узнают, как дела, расскажи, как там, ух ты, как вырастаю, там, внук или сын, ну, правда, сейчас соцсети многое в этом смысле решают, да, ты по фотке видишь, ага, день рождения, надо позвонить, не забыть, вот, а так, конечно, это больше такой узкий круг близких к тебе людей, когда каждая свободная минута для них, потому что их не так много, этих свободных минут. Спасибо. Буквально до встречи, я Олег Викторович сказал, ни разу не было у вас дома, но благодаря соцсетям, по-моему, вы знаете, весь ваш дом, на самом деле, это действительно такой момент, я тоже понял подтекст, и работа в Татарстане научила использовать каждую минуту, не только дня, но еще и ночи, работа в Татарстане научила быть очень эффективным во всем, эффективным не только в работе, но еще и в дружбе, в семье, и вот этим, наверное, мы из Татарстана несколько отличаемся, везде, работая в правительстве, работая в Государственной Думе, и будучи такими некими энерджайзерами. Я также подтверждаю, как сказал Олег Викторович, у каждого свои принципы, дискуссии есть дискуссия, очень хорошо то, что Дума есть возможность высказывать, доказывать свою позицию, но за пределами вот этой позиции, когда начинается бильярдный клуб, клуб любителей сигар, клуб, я не знаю, любителей Кубы, и так далее, и так далее, это совершенно по-другому. Вот я, например, в Государственной Думе, мы сформировали клуб любителей Кубы, скажем, в правительстве, у нас очень большой клуб такой есть, и вот сейчас уже провели четыре заседания, кстати, одно из них в бильярдном клубе, куда нас пригласил Завальный, Завальный является активным членом нашего клуба, он представитель бильярда в Российской Федерации, и там представлены совершенно разные направления, и это действительно очень активные, интересные люди, у которых есть жизненная позиция, и вот искренне радуешься тому, что каждый человек может нести свою позицию, я считаю, что это самое-самое главное наше завоевание, нашего времени, одни считают, что это должно быть так, другие считают так, и ты уважаешь за человека, за эту позицию, это чрезвычайно важно, но в отношении какой-то личной жизни, конечно же, времени остается очень мало, но когда оно есть, я стараюсь быть семьей, и убежать в спортзал, это действительно помогает. Спасибо. Кстати, вот вы вспомнили клуб любителей сигар, завершили спортзалом, но вот спасибо вам особое за то, что вы на моей памяти первый депутат Государственной Думы, который сказал публично, надо бороться с курением, но не с курильщиками. Это, кстати, не пропаганда, не курите никогда, но все-таки, это очень важный момент, характеризующий наше осознание, что депутаты вообще меру чувствуют, когда принимают законы, мы часто переживаем, вот сейчас все опять запретят, опять станет плохо. Это тоже, ну и что, будем завершать, и прежде чем я скажу традиционное большое спасибо, теперь уже, что называется одной фразой, лозунгом, слоганом, пожелания залу ваши, потому что для тех, кто молод, это всегда очень важно. Можно перед пожеланием, мы сегодня накануне, какого события? Вот у вас все выборы в голове, ну тоже хорошо. Завтра годовщина референдума по Крыму, да, крымчан, по присоединению Крыма к России. В чем сейчас, ну, в последние дни опять обострились эти международные события, обвинения о том, что этот референдум, он нелегитимный, что фальсифицированный и так далее. Получилось так, что я был участником этих событий перед референдумом и во время референдума, и вот я вам заявляю ответственно, что те результаты, которые были на референдуме, более 90, я уж не помню сколько, 5 процентов, что ли, явка и практически все население полуострова Крым голосовало за воссоединение с Россией, это все было именно так. Вот избирательные участки открываются 8 часов, половина восьмого возле избирательных участков, возле школ, в Бахчатарайском районе, где, кстати, татар много, да, крымских, выстроились уже очереди, люди пришли с цветами, для нас это было как-то, ну, мы на выбор с цветами, к сожалению, не ходим, и мы удивленно подошли, спрашиваем, были иностранные наблюдатели, там, с камерами снимали, ходили, мы говорим, а что это вы так вот, они говорят, вы что, это для нас праздник, мы этого ждали более 20 лет, и итог выборов был предрешен уже вот полвосьмого утра, и то, что было, и те результаты, они объективны, это на самом деле было так, и когда вы читаете, или слышите, или в сетях, что вот никаких сомнений у вас не должно быть, все прошло чисто, честно, и вот с такими результатами, и это большая победа и российской политики, и победа крымчан, поэтому для нас это большое событие, а уже федеральное собрание приняло закон о присоединении Крыма 18 числа, как раз, 18 марта, символично, что вот как раз у нас выборы, да, в этот день, поэтому, может быть, кто-то с цветами и пройдет, из вас тоже, на избирательном участке, а что касается вот подведения итогов, я очень рад, что у нас сегодня состоялась такая встреча, такая непринужденная, очень рад, что с участием нашего мэтра, нашей политики Татарстана и России Олега Викторовича Морозова, одного из самых авторитетных и ведущих политиков России, Федерального собрания Российской Федерации, я хочу вам пожелать вот того, о чем шла речь, личной выработки, личной стратегии, и чтобы вы ее реализовали в жизни, но самое главное, чтобы вы были чуткими, чуткими, вы же учитесь в институте управления, и вы будете работать здесь с людьми, решать их проблемы, это очень непросто, и если у людей нет проблем, они к вам не идут, они идут к вам, то, что не смогли решить сами, вот, чтобы вы были, любили людей, были очень чутки к ним, к их проблемам, и помогали им, вот, и чтобы, конечно, стали профессионалами высокого класса, и тогда и окружающее, и общество не оставит вас незамеченными, и ваша стратегия, она состоится. Успехов! Спасибо, конечно, за мэтро политики, но вот совершенно искренне хочу сказать, что все те годы, что я нахожусь в большой федеральной политике, ну, начиная вот с своих первых выборов в Думу, ну, львиная доля успеха, это то, что за спиной был Татарстан, понимаете, быть представителем Татарстана, чувствовать поддержку, поддержку со стороны лидеров республики, понимать, на какую идею ты работаешь, понимать поддержку граждан, которые тебя избирают, это, конечно, очень дорогого стоит, я просто очень горжусь, что представляю вот в федеральном центре нашу республику. Что касается пожеланий, первое, вот правильно сказал Розакевич в конце, что вот не надо сегодня бояться ошибиться, в том смысле, что мир такой динамичный, такой быстрый, что можно совершить ошибку и успеть ее исправить, желательно быстрее, если ты ее совершил, но в любом случае мое первое пожелание, это побольше дерзости, такой настоящей, житейской дерзости, когда ты не боишься ставить высокие цели, задачи, и чем они более амбициозны, тем больше вероятность того, что даже если не возьмешь эту вершину, то пройдешь очень правильный, нужный путь. Вот эта дерзость, она очень нужна, особенно в вашем возрасте. А второе, вот 18-го числа выборы, и вот меня спросили перед началом нашей программы насчет того, там пойдете, не пойдете, да у меня вообще такого вопроса нет. Мне как исполнилось 18 лет, я так на выборы хожу, и в то время ходил, когда это был Советский Союз, понимая многое из того, как это устроено, и потом, и ни одни выборы не пропустил. Знаете почему? Ну, во-первых, так мама, папа воспитали, ты гражданин, ты должен обязательно в этом участвовать. Ну и потом, мне кажется, что важно, чтобы каждый из нас понимал, ну нельзя быть равнодушным к своей стране, к тому, как она устроена, как она будет жить дальше. Это иллюзия, что кто-то за тебя все это сделает. Даже если ты ошибешься, даже если не твой кандидат победил, но все равно ты участник этого процесса. И даже твой голос, который отдан не тому кандидату, который победил в итоге, все равно это голос в пользу страны. Потому что ты активный человек, ты участвуешь в ее строительстве, споришь, не соглашаешься, или наоборот, поддерживаешь какую-то идею человека, личность, курс. вот поэтому дерзновение с одной стороны и полное отсутствие равнодушия к миру, к окружающим тебя людям, к стране. Вот неравнодушными будьте и дерзкими. Мне в первую очередь хотелось сказать очень большое спасибо господину Толчинскому и господину Привалову. Оба лично позвонили и пригласили. То, что сегодня происходит, а я здесь уже не первый раз, я сразу сказал, это очень уникальное место, создано. Это, мне кажется, дорога с таким двойным движением. Эта встреча, конечно, я уверен, хотелось бы надеяться полезно для вас, но она абсолютно полезна для нас. И вот руководство вашего института сегодня абсолютно поступило как не просто хорошего учителя, как мудрый учитель. Эта встреча должна вдохновлять, но она вдохновляет и нас. Это безусловно. И, конечно же, возвращаясь к тезису, который говорил, формируйте свою стратегию. Это очень важно. Сегодня важно как никогда. И сегодня это возможно как никогда. И, ну, коротко, видеть цель, верить в себя и не бояться препятствий. Это самое главное, что сегодня я могу пожелать вам. И удачи, и только удачи. Спасибо. Буду предельно краток. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо всем. АПЛОДИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok